Here we are! Вот такой, может быть не совсем идеальный пример, я хотел привести. Перед вами некоторые книги, которые описаны в Ветхом Завете, но не вошли в канон. Этот список не полный и некоторые я не стал включать. Тем не менее представленные книги являются по контексту очень авторитетными и на них ссылались авторы библейского канона. А вот неканонические книги вошедшие в Александрийский канон, но не принятый в канон Ямниский. Да и вообще на раннем этапе у каждой христианской общины был свой духовный стол, который в большинстве случаев совпадал со столом другого прихода. Но также были и отличия. И лишь спустя несколько столетий христиане пришли к общему знаменателю, и то не все. А теперь посмотрим отношения общества Сторожевой башни к апокрифам. Одно из основных внешних свидетельств против каноничности апокрифических книг состоит в том, что их никогда не цитировали те, кто участвовал в напитании. И эти слова не совсем правдивые, приведу пример. Послание Иуды 1 глава 9 стих. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь. Этот спор упоминается в иудейской апокрифической книге, Вознесение Моисея. Книга написана до начала служения Иисуса Христа и дошла до нас не полностью. Использование апокрифической книги, Вознесение Моисея, представляет интерес как свидетельство отношения Иуды к неканоническим книгам. К сожалению, в данном случае оригинальный текст утерян и у нас нет никакой возможности говорить о степени влияния на Иуду. Но так как Климент, и Ориген и Дедом считают, что Иуда ее использовал, то вполне возможно, что он ее цитировал. С другой стороны, он мог цитировать и предание, которое было положено в основу апокрифической книги. Таким образом, можно предположить, что не дошедший до наших дней эпилог, Вознесение Моисея, оказал непосредственное влияние на новозаветную литературу. В противном случае, автор Вознесения Моисея и Иуда, просто цитировали иудейское предание. А это еще больше не будет устраивать общество сторожевой башни.